И еще одно уникальное место в Украине, монастырь в Черновицкой области, который называют вторым Афоном. Со всего мира сюда едут паломники, но в поселке, где расположен этот храм, нет ни одного колодца. Как выживают люди и почему власти не замечают их проблем в нашем материале. Легенды повествуют о чудодейственной силе здешних мест. Иоанна Богословский Крещатийский монастырь расположен прямо на скале. Основали его в 17 веке православные монахи. Во время Первой мировой войны церковь существенно пострадала. Службы здесь не проводились. Восстановить приход удалось лишь в 30-х годах прошлого века. За мой скале пещеры первых монахов здесь молятся до сих пор. Но больше всего легенд о воде. Целебный источник бьет прямо из-под монастыря. Она мягкая. Когда у нее умыться, купаться, волосы даже не нужно чем-то покрасить. Благодаря этой воде много людей вылечивали. Посмотреть на красоту монастыря едут паломники и туристы со всей Украины. Здесь пейзажи завораживают. Черневцы мы знаем, Камянець, Подельский мы знаем. Еще нам запрогонували заехать сюда, в монастырь, до целющей воды. Село Крещатик расположено в 200 метрах над уровнем Днестра. Поэтому в селе нет ни одного колодца. Воду местные жители берут из источника. Но из-за дырявого водопровода до села не доходит почти половина целебного ресурса. Трубам полстолетия. Люди уже и заявления писали, и даже выиграли грант на ремонт сетей. Но чиновники не выделяют необходимые 4 миллиона гривен. Местные жители надеются, что чиновники наконец обратят на них внимание. Впереди засушливое лето. А значит вода в Крещатике и вовсе может исчезнуть. Ольга Иванченко, Ольга Паломарюк, Игорь Рига. Подробности телеканал Интер. Черновицкая область.